Да, люди не знают, что такое бубен, я запишу в ютубе, говорит, а почему у него барабана деки нет, я ничего не стал, как бы думал, это просто бубен все, это бубен, он просто, я понял, выполнен не в традиционных манерах, как бы там, какой-то обруч, там, какая-то там кожа, какого-то, либо животного, здесь просто 22 дюйма, мембрана, цилиндр сам, натяжной обруч и обыкновенный стандартный пластик для бочки, для бас-бочки на 22 дюйма, все. Звук понравился, в общем, запишу. Ну, бочка, что там говорили. Слышали, да, как делать инструмент? Просто, единственный момент, то, что я вместо 6 или 8 стяжек сделал 19, ой, пардон, 18. Ну, жестче, понятно. Да, ну, нет, не в том плане, понимаешь, какая штука? А я понимаю. Их можно вообще, по идее, сделать однокодной, прям, прям вплотную. То есть, соответственно, не сжить, к вопросу о налидерце. Добиться равномерного натяжения пластика. Точно так. Понимаешь, в любом случае, от точки натяжки до точки натяжки, какое-то будет напряжение, да? Вот оно, тут натягивается, тут уже не то напряжение. Да, и, соответственно, звук гуляет. Опять то же самое, и опять то же самое. То есть, он, ну, то есть, чем чаще, он просто звук чище получает. Ясно, абсолютно. То есть, чем ниже, тем чище, поняли, господа? Нет, чем чаще стяжки. И чаще, и чище, да. Получается, он, как бы, ну, равномернее обтягивает. Спасибо большое за подробный ответ отдельным сюжетом этого. Кстати, есть прикол в том, что никто из команд в мире, никто не играет под бубен. Вот в чем прикол. Ну, этнические, может, какие-то есть малоизвестные. Никто не играет, это сто процентов. И еще один прикол, сейчас я вам покажу. Чуть-чуть можно на свет? Нет, сейчас я покажу еще свое изобретение, это мои маракасы. Вам раскрывают секреты. Нет, нет, я просто, как они звучат. Маракасы. Ребята, вы этого даже не слыхали. То, что бубен, это как бы хуйня. Это просто бочка. Нет, ну, просто, комсомольц даст просраться всем, ребят, по части изобретения в музыке. Это просто бас-бочка. Послушайте, как звучат маракасы. Слушаем. Аналогов в мире вообще нету. И родина их, комсомольственное море. Вот так вот, слышали, господа, хороший. Комсомольц для музыки сделал больше, чем вся наша страна. В 21 веке, скажем так. Вот первый маракас. Слушайте, звучит. Пишем, пишем, пишем. Слышим. Вот как звучит обычный маракас. Обычный, цилиндрический. Ну, то есть, не цилиндрический, а сферический. Он же... А вот мы и как бы с другой маракас. Что? Попробовать. Обычный маракас. Нет, нет, вот это уже другие звуки. Как звучит обычный маракас? Сферический. Ну, как который продают в магазинах. Вот все его звуки. Можно по кругу пустить наполнитель. Такой, типа, беспрерывный. Но все равно можно делать акцент на такте. Но звук как бы беспрерывный. А вот теперь, слушайте, приколы. Не меняю апплитуды движения. Я выдаю всякие разные ритмы. Замечайте разницу, друзья. Частоты меняются, удары меняются, ритмика меняются. То есть, одним маракасом можно заменить целую кухню традиционную. С альтами, с барабанами и всякими разными. И всякими иностранными синтезаторами. Ну и подлеживых людей инструмент. А теперь синтезаторами. А теперь синтезаторами. А это синтезаторами маракаса двух секционных. Никогда никто в мире не применял маракасы двух секционных. Никому даже в голову такое не приходило, чтобы соединить два маракаса, два маракаса с разными наполнителями. То есть, вот, у одного наполнителя, у одной половинки один звук, у другого наполнителя другой звук. Более тяжелый. А теперь звуки. То есть, они могут звучать вместе, выдавать такт, четкую точку. Но, тем не менее, они меняются между собой звуками. Один пожестче, другой помягче. Ну, разная динамика нарастания и, соответственно, тембральная составляющая. Это очень удобно, когда кто-то поет, аккомпатимеры. Просто вообще отпад, просто прям. Весь прикол в том, что даже не репетируя с человеком, вот только вот он там первые свои движения произвел на гитаре, уже понятно, в каком темпе он уже будет свое произведение исполнять. То есть, вот оно. Можно заставить звучать сразу два и вверх один. Ну, при медленном движении звуки, они как бы слабо различимы. Вот в шестадцатых долях уже более-менее нормально. Вот такой вот мастер-класс, ребята, от комсомольских. Так что, ребята, не думайте, что в Комсомольске ходят медведи по улицам и живут одни бомжи. В Комсомольске живут творческие, изобретательные люди, которые работают со звуком и придумывают новые музыкальные инструменты. Всем хай, всем привет, всем любителям музыки привет. Подключайтесь на наш, на нашу страницу ВКонтакте и в Одноклассниках. Рандомаз, рандомайз, дуж. С тремя лжи и твердым знаком. С тремя лжи. Александр Веденов, 53 года. В этом году было 54. Так что, чуваки, мне всегда 25. Так что, все хорошо. Мы на Гривне Волны. Комсомольск, Парелла и все такое. Спасибо, Александр. У нас самые красивые девчонки. Мы не будем рекламировать, а то москвичи набегут. Нет, девчонки. Девчонки, девчонки. Девчонки, там взяли.